Продолжение следует... Все эти ошибки, которые вы здесь видите, они допущены специально для того, чтобы вам показать, насколько важно даже простое соблюдение правил рофографии для того, чтобы завоевать доверие. Однако, конечно, правильно, вот так. Совершенно другое впечатление производит правильное название. Когда мы говорим об инструкциях, к сожалению, на очень многие ошибки мы не обращаем внимания. Однако, я хочу вам показать, насколько это важно. Сразу хочу сказать, что имеется потенциальный конфликт интересов. Те данные, которые сегодня будут представлены вашему вниманию, они получены в результате работы над созданием базы данных для медицинских мобильных приложений, которые посвящены рационализации использования лекарственных средств в практике и врача, и пациента. И имеется у этой работы некая предыстория. Хорошо известна проблема назначения лекарственных средств «тофлейбл». Об этом много говорят и будут еще говорить неоднократно. И это действительно очень важно. Вот на этом слайде мы хотим продемонстрировать результаты той работы, которая была проведена в Республике Крым на протяжении нескольких последних лет по изучению нежелательных лекарственных реакций лекарственных препаратов при медицинском использовании. Посмотрите, насколько велика частота назначений лекарственных средств у детей в разрез с требованиями инструкции. Игнорирование показаний или противопоказаний, возрастных ограничений, доз, кратности использования, выбор неправильной лекарственной формы или пути введения. Каждое назначение «оффлейбл» приводит к 30% увеличению риска развития нежелательных лекарственных реакций. Такие данные приводят наши зарубежные коллеги. Что касается пациентов-стационаров, в 2,25 раза увеличивается риск развития нежелательных лекарственных реакций по сведениям других исследователей. В 2014 году, это вторая предпосылка, в Великобритании Институт медицинской информатики выпустил отчет, посвященный изучению влияния цифровой медицинской информации на назначение врачей, на поведение врачей и пациентов. Цифры, которые в нем приведены, они достаточно шокирующие. Например, в 2009 году уже 70% канадцев искали медицинскую информацию в сети. 92% из них использовали Google. А вот в Великобритании в 2010 году Facebook в списке источников медицинской информации занял 4 место. В 2013 году уже не пациенты, а американские терапевты, 50% врачей использовали Википедия для поиска интересующих их медицинских знаний. Естественно, такой интерес, такое влияние в социальных сетях, оно не могло быть незамеченным ни производителями лекарственных препаратов, ни регуляторами. И их присутствие в социальных сетях постоянно увеличивается с каждым годом. В том же отчете приведена диаграмма возможного развития событий. Вот если вы посмотрите, по оси Х отложено влияние приложений, онлайн-приложений или мобильных приложений на клинические исходы. А по оси Y, вертикальной оси, текущая активность. Активность в настоящий момент, 2014 год. И направление движения стрелок показывает, что и влияние на клинические исходы цифровых источников будет расти, и активность их тоже будет увеличиваться. Приоритеты при этом в развитии принадлежат отнюдь не государственным структурам, а частным компаниям, большим или малым. Конечно же, все это нашло отражение и в специализированной литературе. Здесь представлена хорошо известная в доказательной медицине модель 6С. Она была разработана еще в 2001 году, потом несколько раз изменялась в 2006-2009. И сегодня мало доказательной медицины, мало иметь доказательные данные. Необходимо еще научиться их использовать в интересах каждого конкретного пациента. От доказательной медицины к приоцененным ресурсам, как правило, компьютеризированным средствам поддержки принятия решения. Но, несмотря на всю грандиозность поставленной задачи, до сих пор ответа на простые вопросы, с какого возраста можно применять то или иное лекарство, можно ли его использовать у беременных женщин, допустимо ли использование во время лактации, как нужно принимать препарат до еды, натощак, после еды и так далее. Эти вопросы, они, к сожалению, остаются для большинства врачей и пациентов определенной терроинкогнито. И мы можем предоставить данные доказательной медицины, но не предоставляя ответы на такие простые вопросы, мы, наверное, вряд ли получим хороший результат от внедрения таких средств. Интересно, что является основным источником информации при назначении лекарственного средства. Вот специалисты научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России в своей статье двухлетней давности определенно указывают на ценность инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, которая, по их мнению, является квинтэссенцией всех данных по безопасности, по эффективности лекарственного препарата, которые получают как в ходе доклинических исследований, так и в ходе клинических и послерегистрационных, изучение качества также должно находить отражение в инструкции. И они указывают на то, что инструкция в настоящий момент является чуть ли не единственным официальным документом, является составной частью досье. Без инструкции невозможна регистрация лекарственного средства в стране. Ее наличие — это обязательное условие регистрации. Но в ходе наших исследований, назовем их так, мы не нашли действующее в настоящий момент определение инструкции. В законодательстве определение инструкции четко, чтобы была написана инструкция, тире «это» в настоящий момент отсутствует. С точки зрения закона, вы можете найти упоминание об инструкции, например, в хорошо известном врачам в 61-м федеральном законе об обращении лекарственных средств, который утверждает требования к инструкции, который оговаривает те сведения, которые должны в ней содержаться, и который говорит о том, что она является обязательной частью регистрационного свидетельства и является видом нормативной документации. Для того, чтобы провести нашу работу и исследовать как можно большее количество инструкций, мы обратились к Государственному реестру лекарственных средств Российской Федерации, который содержит перечень лекарственных препаратов, перечень фармацевтических субстанций, которые входят в состав этих препаратов, и основные сведения по их использованию. Деятельность Государственного реестра регулируется федеральным законодательством, тем же самым 61-м федеральным законом, ст. 33, и с 1 апреля 2016 года вступил в силу приказ Минздрава России номер 80Н, который более подробно описывает требования к этому реестру, четко определяет сроки внесения информации в реестр, не больше одного рабочего дня, и говорит о том, что реестр является открытым, общедоступным источником знаний, и поэтому наш выбор остановился именно на нем. К сожалению, мы даже не ожидали тех находок, которые я хочу представить сегодня вашему вниманию. В левой части слайда вы можете увидеть те требования, которые упоминают эксперты Минздрава. Требования к инструкции. Обоснованность, объективность, всесторонность, непротиворечивость, целесообразность, грамотность, медицинская, филологическая, ну и, конечно же, правильность оформления. Ну, наши находки ошибок, которые прошли этот фильтр и закрепились в инструкциях, они представлены, конечно же, не вся наша коллекция, они представлены в правой части. Хочу прокомментировать некоторые. Здесь имеются как банальные опечатки, как вот в данном случае, так и достаточно серьезные ошибки. Вот, например, в данном случае гипертериоз через Е. Верховый, вы можете увидеть вместо лактазы лактозу, тяжелая недостаточность лактозы. Есть и стилистические неточности. Например, в данном случае таблетки рекомендуется держать во рту до полного рассасывания, хотя рассасывание – это все-таки процесс активный, а таблетки сами по себе, скорее всего, могут раствориться, но никак не рассосаться самостоятельно. Ошибки обусловлены, наверное, химической неграмотностью составляющего. Вот здесь, например, рекомендуется принимать препарат с большим количеством жидкости. По возможности щелочной приводятся примеры таких щелочных жидкостей. Это вода и фруктовые соки. Конечно же, вода, которая, мы все знаем, является нейтральной. Ну и фруктовые соки, которые в большинстве, в абсолютном своем большинстве, являются все-таки кислыми средами. Есть и более серьезные расхождения. Например, достаточно популярный в нашей стране бальзамический линемент по Вишневскому. Всего зарегистрировано 14 различных торговых наименований. Из них 8 в своем разделе показания говорят о том, что линемент должен использоваться у людей с неинфицированными ранами. А раны инфицированные как раз являются противопоказанием для его использования. Ну, с этим не согласны производители шести других линементов. Они настаивают на том, что все-таки показаниями являются гнойные раны. Даже приводят такие примеры, как абсцесс, фурункул и так далее. То есть в данном случае мы видим явное противоречие, несогласие производителей в плане показаний для использования этого лекарственного средства. Что, конечно же, вводит в врача в заблуждение. Путаются в показаниях и противопоказаниях. Посмотрите. Например, алкоголизм одновременно встречается и в противопоказаниях, и в разделе с осторожностью. У данного препарата конъюнктивит новорожденных в показаниях, при этом форма самого препарата – это таблетки. И отдельно в противопоказаниях противопоказан детям до трех лет. Это явная противоречия с нашей точки зрения. Особенно часто это встречается в отношении беременности и использования препарата при лактации. Например, здесь, в разделе противопоказания «Беременность», в особых указаниях, ниже по тексту инструкции, все-таки говорится о том, что при должной оценке соотношения пользы для матери и риска для ребенка препарат использовать можно. Очень интересный пример, очень занятный с нашей точки зрения. Амоксицелин, клавулановая кислота – порошок для приготовления раствора для внутривенного введения. При этом в инструкции написано, что с целью уменьшения риска развития побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта данный препарат рекомендуется использовать во время еды. То есть делать инъекцию амоксицелина клавулановой кислоты во время еды. По другим примерам, опять-таки, видите, лактация, польза-риск и буквально в следующем же предложении прекратить. Цанкабаламин говорится о том, что он противопоказан при беременности и лактации, а в особых указаниях, что при применении рекомендованных доз в период беременности и лактации никаких нежелательных лекарственных реакций не обнаружено. Некарандил при одновременном употреблении с этанолом производитель подчеркивает усиление антиангенального действия. Спрашивается, ну это же хорошо, антиангенальное действие некарандила этанолом потенцируется. Вывод необходимо использовать данное сочетание в клинике, скорее всего. Существуют и вот даже такие досадные ляпы с точки зрения клинического фармаколога. Например, в инструкции к препарату прозиквантел написано о том, что рефампицин является мощным ингибитором системы цитохрома П-450. Хотя даже студенты 4-5 курса знают, что рефампицин на самом деле это мощный индуктор, но никак не ингибитор. Ксантинол аникотинат противопоказан у детей до 3 лет, но причина, по которой он противопоказан совершенно удивительная. Он содержит таифилин. Как попал таифилин в состав этого препарата тоже остается под большим вопросом. Таблетки пирантела противопоказаны у детей до полугода. Возможно, их использование от 6 до 2 лет в возрасте от 6 до 2. При этом производитель рекомендует разжевывать таблетку перед использованием. И опять же, достаточно интересно, кто должен разжевать для ребенка 7 месяцев ту таблетку. Об этом, к сожалению, не написано. Как правило, другие производители указывают, что таблетку нужно раскрошить, растворить, выполнение данной рекомендации мне кажется несколько опромечено. Некоторые инструкции пытаются научить врача, как поступать в тех или иных случаях. Например, производитель данного лекарственного средства отдельно оговаривает, какие мероприятия должны быть использованы в случае развития того или иного вида осложнения аллергической реакции. Например, при шоке и бронхоспазме он рекомендует использовать монотерапию и пинефрином, что, конечно же, никак не согласуется ни с клиническими рекомендациями, ни с протоколами введения таких пациентов. Другой препарат один из отечественных иммуномодуляторов, который в разделе показаний способ применения и дозы содержит обширный список тяжелых инфекционных патологий, в том числе послеоперационные гнойные септические осложнения, рецидивирующие фрункулез, рожистое воспаление, гнойно-воспалительные заболевания органов малого таза. И в разделе взаимодействий указывает на то, что вполне возможно снижение курсовых доз антибиотиков при использовании этого препарата. Конечно же, никто не говорит о доказательной базе такой рекомендации и о возможных последствиях для пациента, если вдруг врач решит прислушаться к данному указанию и действительно снизить дозу антибактериальных препаратов у пациента с гнойно-септическим осложнением, гнойно-септическим заболеванием. Конечно же, как один из выходов в данном случае может послужить решение использовать инструкцию какого-то одного препарата, основываться на ней и не вдаваться в детали вот этих противоречий, которые встречаются в инструкциях разных производителей. Однако, как показывает наше исследование, инструкции далеко не взаимозаменяемы. Вот здесь на примере метаклопромида раствора для инъекции или инфузии я хочу показать, насколько сильно различаются противопоказания определенные инструкциями. Если некоторые не рекомендуют использовать метаклопромид у детей до двух лет, а другие ограничиваются осторожностью до трех, кто-то пишет, что препарат вообще противопоказан до трех лет, кто-то считает, что от двух до четырнадцати лет препарат может использоваться по жизненным показаниям. Одни считают, что у пожилых пациентов он должен использоваться с осторожностью, другие ничего об этом не пишут. Если говорить о рекомендациях по использованию в различные периоды беременности, то здесь противоречие еще больше. Посмотрите, первый триместр противопоказан можно при оценке пользы и риска, противопоказан можно при оценке пользы и риска. То же самое касается второго триместра и третьего триместра. Польза риск, то есть возможно использование, этот производитель подчеркивает, что нельзя. Вот, например, в данном случае, в этой строчке вы видите знаки вопроса, то есть использование метаклопромида во втором и третьем триместре беременности вообще в инструкции не оговариваются. Это касается в том числе и пероральных форм. Как принимать в связи с пищей? Большинство все-таки считают, что за полчаса до еды. Однако это мнение поддерживают не все. Кто-то считает, что препарат может использоваться независимо от приема пищи. Точно такая же картина по ограничениям возрастным по ограничениям использования во время беременности. Мы попытались разложить препараты метаклопромида по формам, а затем формы по группам ограничений сначала возрастным, а потом ограничениям беременности и лактации. И у нас получилось, вы видите, 8, 10, 12 различных вариантов сочетаний противопоказаний. То есть остановившись на каком-то одном, вы не можете быть абсолютно уверенным, что вы будете, что эти ограничения распространяются на все остальные препараты в том числе. Конечно же, непонятно, чем обусловлено такое разнообразие, но с этим необходимо что-то делать. И, конечно же, один из вариантов, как поступить в данном случае, это не делать ничего. Как обычно, понять, простить, забыть. Однако, не все так просто. У этого варианта существуют достаточно большие недостатки. недостатки. Возможные последствия для врача и производителя хорошо описаны в законодательстве и в 61-м федеральном законе, и в Гражданском кодексе Российской Федерации о том, что врач несет ответственность в следствии причинения вреда здоровью граждан. Отдельно говорится об ответственности производителя. Если лекарственный препарат принимался по назначению в соответствии с инструкцией, причиной причиненного вреда явился ввод в гражданский оборот недоброкачественного лекарственного препарата, то тогда ответственность несет производитель. А также если недостоверная информация была в инструкции, то ответственность также несет производитель. Однако во всех остальных случаях ответственность несет медицинская организация и врач. Второй вариант влиять на тех, кто составляет инструкции, на тех, кто принимает решения о их регистрации на органы власти, поднимать этот вопрос в СМИ, профессиональных сообществах, действовать через организации пациентов и так далее. Однако этот процесс достаточно долгий, безусловно он необходим, но он требует достаточно больших трудозатрат и самое главное, что они должны быть четко скоординированы. Третий вариант предоставить врачу своего рода лоцманскую карту, которая позволит ему обходить ограничения разных лекарственных средств. лекарств. И, конечно же, кроме в самом идеальном случае, такие системы, они должны содержать не только данные доказательной медицины, как об этом говорят все, но и в том числе официальные данные, которые можно найти в инструкции. Добросовестная практика должна быть разработана для составления и ведения таких систем. Конечно же, без современных технологий их создание невозможно, но и оставлять врача без инструкции вообще мы тоже не можем. Конечно же, обновляемость – это очень важный вопрос. Инструкции постоянно меняются, и обновление данных систем, которые будут помогать и врачу, и пациенту – это тоже очень важный нюанс. Нужно сказать, что попытки создания таких систем не новы. Хорошо известны онлайн-справочники разнообразные. Они достаточно удобные, оснащены хорошей системой поиска. В них можно найти полный текст инструкции. Если вам необходимо найти какую-то конкретную информацию и найти ее быстро, к сожалению, вам придется прочитать полный текст. Как правило, они перегружены рекламой. Много из них перегружены рекламой. Нами были отмечены случаи, когда производилось редактирование информации о препарате, редактирование инструкций. То есть информация, которая содержалась в онлайн-справочнике, она не соответствовала тем ограничениям, мы смотрели именно ограничениям, не соответствовала ограничениям инструкций. Конечно, вопрос регулярных обновлений. Да, есть системы, которые пытаются обновляться регулярно. Однако большинство из них, заполнив свои страницы один раз информацией, больше к ней уже не возвращаются. В некоторых случаях даже непонятно, откуда эта информация берется. Например, мы встречались с тем, что используются инструкции для лекарственных средств, зарегистрированных на Украине или в Казахстане. Что, конечно же, недопустимо для врачей, которые работают на территории Российской Федерации. Ну, если вы помните тот доклад, который был представлен в 2014 году в Великобритании, основные направления движения по повышению эффективности медицинской информации по влиянию на клинические исходы, все-таки движется в сторону мобильных приложений. Конечно же, мы не могли обойти их вниманием, тем более разработка, именно разработка мобильных приложений для фирмы Cordac и послужила причиной проведения такого исследования. Мы проанализировали данный сегмент и обнаружили, что, несмотря на большое количество имеющихся на рынке мобильных приложений, большинство из них не лишены тех же самых недостатков, что и онлайн-справочники. Как правило, полный текст инструкций вследствие их размеров, а инструкции некоторых препаратов достигают невероятных объемов текста. До 45 страниц мы находили и больше. Они, к сожалению, не позволяют проводить быстрый поиск. Некоторые из них перегружены рекламой. Действительно, происходит часто некорректная замена лекарственного средства в результатах поиска. Сохраняется проблема редактирования текста инструкции. Их замена на аналоги из украиноязычного интернета или использования инструкций белорусских. Кто создает эти приложения? В большинстве случаев остается непонятным. Я думаю, что большая часть из них создана энтузиастами, к сожалению, не совсем понимающих специфику работы медицинских приложений. За рубежом хорошо известны и достаточно популярны мобильные приложения таких производителей, как Медскейп и другие. Они создаются профессионалами, они удобны в использовании. Но здесь есть несколько недостатков. Языковой барьер, прежде всего. Не существует русскоязычных версий этих приложений. Большинство зарубежных инструкций имеют противоречие, несоответствие с инструкциями для тех же самых препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации. Наши отечественные разработки, большинство отечественных препаратов, конечно же, в этих справочниках не присутствуют. И для того, чтобы преодолеть вот эти недостатки и сохранить все положительные стороны данных продуктов, мы попытались, даже не попытались, уже создали приложение, которое не зависит от интернета. В его наполнении участвовали не энтузиасты, а люди с медицинским и фармацевтическим образованием, которое представляет информацию в простой форме, в виде диаграмм, которая содержит отечественные лекарственные средства. И самое главное, что основывается оно именно на результатах анализа официальных инструкций, официального документа, инструкций, которые представлены в Государственном реестре лекарственных средств. И постоянный мониторинг этих инструкций, он позволяет быстро вносить обновления в само приложение. То есть при изменении ограничений, например, по возрасту или по применению в период беременности и лактации, эти изменения переносятся в самые краткие сроки в само приложение. И настоящий момент, пожалуй, это такой справочник мобильный, который может являться хорошим помощником не только для врача, но и для пациента, которому назначен тот или иной препарат. Потому что, к сожалению, врачи вследствие своей загруженности очень часто упускают эти вопросы из своего внимания. Некоторые считают их недостойными, траты времени, например. С какого возраста этот препарат может использоваться? Как он используется, до еды или после еды? Однако эти вопросы, они очень важны для пациентов. Как показывают опросы, что 80 с лишним процентов пациентов обязательно читают инструкции и обязательно обращают внимание на возрастные ограничения, на взаимосвязь с приемом пищи и так далее. И вот как раз наличие такого мобильного источника, оно позволяет предотвратить достаточно большое количество медицинских ошибок и назначению оффлейбл. На этом разрешите закончить свое выступление. Если будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить.